Скажите, пожалуйста, компания сможет заработать в среднем 100 миллионов долларов в год? Поживем, увидим, но должна. Сколько раз я говорил, коллеги, у меня нет машины времени. Да, планировали, рассчитывали на показатели 100 миллионов долларов в год. Опять-таки, давайте посмотрим, а по какому курсу? Мы считаем то в рублях, а по какому курсу? Смотрите, элементарный такой вопрос, да? Вот в свое время год назад объявили, да, мы собрали там то, что наметили. Хорошо, но цены выросли, там все выросли, для проекта это мало. Потом курс начал колебаться. И если посмотреть, он взлетел там до 120 рублей за доллар, потом он упал до 52, сейчас 63 сегодня, по-моему. Как? И вот изменяется, ну, в два с половиной раза. Поэтому, вы знаете, трудно что-либо говорить и прогнозировать при таких скачках. И трудно прогнозировать, потому что сейчас мы четко с вами понимаем, что мир движется к новому укладу экономическому. Явно, что после вот таких ходов, когда там взяли, арестовали деньги, там взяли, а это принимаем, это не принимаем, это хотим, не хотим, и пошла вакханалия с деньгами, с ресурсами, с валютами, со всеми, с золотыми резервами, там, с золотом. Все, что хочешь. Бардак пошел. Теряется устойчивость экономики. И не только ее устойчивость, но все больше государство старается себя защитить от всяких таких скачков. Поэтому смотрят в сторону создания производства собственных критичных продуктов. Это питание, энергетика, чтобы меньше зависеть от всего этого дела. Как она повернется? Мы прогнозировали еще 10-15 лет назад, что особо будет востребовано продукты в сфере энергетики и снижение энергоемкости. По-моему, мы с вами не ошиблись. Зеленая энергетика и все остальное, то, от чего мы отказались в свое время, от ветряной энергетики, от солнечной энергетики, от гидроэнергетики, мало того, что мы все эти проекты отказались, ну, показывает, что мы правы. Потому что в Европе, ну, как-то зеленая энергетика их особо не спасла от всех этих кризисных явлений, катаклизмах. Поэтому сейчас востребована более классическая энергетика. Соответственно, более актуальным становится более экономное расходование. Более экономное расходование. Мы опять-таки предлагаем услуги в сфере экономного расходования энергии. Поэтому и так, и так. Мы с вами в тренде, если выражаться современным языком. А если по-русски, то, похоже, наши продукты, наши работы будут востребованы. Более, чем другие. Ну, и во всяком случае, не менее. Разработки, они могут быть разного уровня. Мы об этом говорили не один раз. Можно разработать документацию и отдать. На предприятия, которые понимают в этом деле. Другое дело, разработать документацию и разработать технологическую оснастку, сделать. Или разработать и поставить производство. Это разные уровни, соответственно, разные задачи. И теперь еще один момент. Разработать двигатель мощностью 10-12 киловатт или 1 мегаватт. Ну, сами понимаете, это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Поэтому и говорится, что 3-5 разработок, в зависимости от того, до какого уровня, до какой глубины, какого масштаба разработка. Нужно ли разработать вместе с производством, или достаточно разработать только лишь документацию. И чертежи, и опытный образец. От этого будут зависеть и объемы. Ну, и, соответственно, цена. Редактор субтитров А.Семкин